Всем привет! Сегодня среда, я как обещала к вам, с продолжением истории про поход в Горный Алтай. Ну, постараюсь рассказать, конечно, как у меня работа. О чем мы там остановились? На, по-моему, перевале, да? Да. Самый сложный и самый, не знаю, необычный перевал, который был. Вот второй был. В общем, поднимаемся мы, должны были по плану перевал перейти и в следующее долине уже переночевать. Поднимаемся, и тут на нас туман опускается до такой, что, не знаю, его руками трогать можно было. Видимость нулевая практически, там, не знаю, метра два, наверное, и все. Не видно ни сзади, ни спереди, нигде ничего, просто туман. Все белое, белое, белое. Под ногами снег. И такие, знаете, идешь по снегу, потом такая, типа, проталинки, где травка растет, потом опять снег. Резко стало холодно. Мы не знаем, куда идти, ну, не видно, опасно. Останавливаемся. Как бы еще вроде и не темно, но не видно нифига. Вот. И, значит, принимаем решение, наш тренер принимает решение, что мы не идем в этом тумане, потому что все-таки это перевал и опасность. А остаемся ночевать прямо там, прямо на горе. Самое-то интересное, что она же, она не пологая. Получается, гора, и мы где-то вот уже практически вот здесь, ну, под наклоном это все. Но идти невозможно. И вот он что делает? Мы там все быстренько замерзли, конечно, моментально, потому что, ну, очень холодно стало. Этот туман, никуда ничего не видно, ни костер не разожгешь, понятное дело, потому что деревьев-то нету, это же можно на горе, только травка. Вот. И, короче, замерзать начали. Он нас что делает? Он берет нас, вот 9 человек всего было, ну, с тренером. Он, значит, берет нас одну палатку двухместную. У нас две палатки как бы было двухместных. А он в одну у нас всех. То есть мы не ставим палатку, потому что деревьев нет, ни сучков там никаких, никак не закрепишь палатку. Просто ложат ее на землю. Мы туда, значит, в спальники. Ну, не на снег, а вот на проталинке. И туда нас всех запихивает. Причем, знаете, как этих, на правый бачок все. И палатка не ставится, вот как она, да, вот должна стоять палатка вот так. А мы ее просто вот, ну, лежит она. И мы вот туда вот так вот все, значит, пролазим и бачком ложимся. На правый бачок, прижавшись друг к дружке, все это одеялами укрывается. И сам тренер-то в ноги ложится, чтобы ноги согревать. И вот самое интересное, наверное, буквально минут за десять, ну, вот это все же мы дыханием своим, очень быстро начинаем нагревать вот это вот пространство, да, в палатке. И еще спеленутые же, как младенцы. То есть не пошевелиться, мы вот так прям друг к дружке все лежим. И, в общем, через десять минут уже все спали, как, не знаю, как младенцы. Укутанные младенцы, так скажем. Тактика сработала. Мы все вырубились, спали и вот проснулись уже там на рассвете. Это было, конечно, интересно. Просыпалась. Я вот лично проснулась от того, что жарко, невыносимо жарко. Ну, уже светло как раз, рассвет. И дышать прям нечем, как будто воздуха не хватает. И мы с этой палатки как пробки выскакивали. Потому что воздуха, воздуха. И вот это все вот оттуда у вас с этих палатки разом повыскакивали. Буквально там пять минут, потому что, ну, оставаться смотрю, все. Не туманно, ничего нету. Все ясное. Все такое, знаете, такое впечатление, как будто... Вот фокус, когда настраивают, да, в фотоаппаратах, вот такая яркость прям вот такая. Ну, это вот такая утренняя, как будто все, блин, обвели каким-то там черным карандашом это все. Ну, воздух настолько наичистейший, аж звенит. Вот. Мы быстренько за пять минут там ничего не разожгешь, ничего же, костер. Через пять минут мы уже все готовы были и дальше продолжать. Оказалось, мы не дошли до перевала, буквально там 100-150 метров не поднялись. То есть мы там буквально 15 минут мы уже на этой, на перевале оказались. Ну, хорошо, что так получилось. Это потом мы поняли уже, что хорошо, что так получилось. Опасности мы избежались. Вот. Потому что мы на эту площадку-то поднялись. Все. Ну, это, конечно, потрясающе. Самый, наверное, высокий наш перевал был. Ну, и вообще за всю мою жизнь самый высокий. Он, как бы, очень красиво, очень красиво, такая площадка. И мы по ней ходим. И вот этот мир, с одной стороны, смотришь, откуда мы пришли, долина, она такая, более такая зелененькая, такая светло-зеленого цвета. Ну, там и больше травы такие вот какие-то. Ну, как такового большого леса, что ли, нет. Вот что-то вот такое, вот холмики, вот такое. Красиво. А с другой стороны, куда мы идем, да, мы подходим к тому краю. А там, там вообще, ну, другой мир совершенно. Там такие темно-темно-зеленые, аж истинная зелень. Лес внизу, вот мы видим, что, во-первых, там обрыв, ну, не обрыв, а сама гора не такая уже пологая, а как бы сильнее она идет. И вот это все перед нами, вот эта красотища. Озеро внизу. Вот так вот получается с этой стороны, с левой стороны озеро. А здесь вот прям уже вот такой лес. Прям такой хороший такой лес. И вот это вот до озера получается, вот как мы стоим, да, видим. Вот это все в снегу, до самого практически озера. И потом озеро, и здесь вот лес. И дальше-то уже снега нету нигде. Ну, и вот так горы, и вот там уже выходит. Красота, конечно, неописуемая. Вот, ну, мы там все это отметили, все. Ну, и начали спускаться. Спуск оказался страшный, короче. Этот, ну, когда мы начали спускаться, получается снег, а под снегом оказались камни. Ну, то есть не вот как с той стороны была земля с травой, а именно каменистые камни. И камни живые, ну, то есть, которые шевелятся. Вот. И ты наступаешь, и под тобой могут эти камни полететь. В общем, надо было ступать очень аккуратно. Вот, мы там в полнейшей тишине. Почему? Как меньше звуков надо было издавать, потому что мы увидели, что вот мы здесь спускаемся с перевала. А вот на этой горе лавина висит, снежная. Шапка. Вот такая шапища. Мы ее как бы сбоку же видим, что она вот-вот уже угрохнется, ну, сойдет. Огромная вот эта мощь. Вот она, самое интересное, она, знаете, ну, вот так вот висит. Вот гора, допустим, она вот прям вот так вот висит. И уже понимаешь, мы вот прям вот здесь видим вот этот вот прах пролив. Что она, ну, вот-вот и грохнется. И, в общем, они же как, на любой звук, там же звук раздается сильно. И вот мы в полнейшей тишине, ни слова никому говорят, только там показывали кому что. Друг за дружкой спускались. Это так аккуратно. И уходили мы, получается, вот когда спускаемся, не прямо идем, а вот чтобы нас лавина, если она сойдет, чтобы она нас не зацепила. Мы вот так вот правее стали спускаться с этой, с горы. Не вот так прямо, а вот правее вот к лесу сразу вот ходить, чтобы вот лавина, если вдруг, потому что неизвестно, же лавина даже не ровно вот так может сойти, а вот так может. Вроде мы посмотрели, а она как прямо должна, вроде, сойти. И мы вот так право, право, вправо. И вот так мы потихонечку, короче, ну, дольше времени заняло у нас, как бы потому что нам пришлось их ходить. Ну, мы спустились, все, до этого леса буквально, вот шагнули мы на нее, даже вот минуты не прошло. И мы как бы такие выдохнули, ну, что все, мы в безопасности. Фуф! И слышим такой грохот. Сначала такой шум интересный, такой шипение. И потом грохот, такой грохот, как будто, я не знаю, что-то взорвалось. И мы смотрим, и эта лавина сходит. И она, конечно, зрелище потрясающее. Вот этот снег, и он несётся. Очень страшно, конечно. Со стороны смотреть не очень страшно, но очень близко. Это, конечно, вообще зрелище такое. И мы же понимаем, что мы уже в безопасности. Вот это вот, что буквально мы были пять минут от этого, это было страшно, что нас могло там зацепить, и нас вообще кто фиг нашёл когда. И вот эта лавина, она сошла прямо в это озеро. То есть она вот шла-шла-шла, и вот к озеру подошла, и туда в озеро зашла и остановилась. В общем, и такая тишина. Так вот опять, как будто ничего не произошло. Это всё так быстро осело, вот это вот снежное пыль. Тишина, и опять птички чирикают, всё хорошо, вообще замечательно в этой жизни. Как будто ничего не произошло. Ну вот мы остановились в этом лесочке, там пообедали побыстренько. Ну и ноги давай делать с этого места. Потому что, ну как бы, знаете, вот, хоть мы и понимали, что нас всё это не зацепило, там мы всё хорошо прошли, всё правильно сделали. Но вот этот вот остаток страха, знаете, что вот это рядом, такая сильная мощь, она как бы у нас присутствовала. Мы как бы все оборачивались на эти горные лавины. Даже вдруг ещё что-нибудь сойдёт. Вот. И поэтому мы быстренько пошли дальше. Пошли дальше, и там уже вышли. Вот. И дальше пошли, всё нормально. Наверное, день или два мы там более-менее шли. Погода вроде хорошая была. И потом уже нам оставалось, наверное, ну один перевал оставался. И один день пути. И начала портиться погода. Вот буквально на перевал полдня испортилась погода. Но вот на Алтае, кстати, с погодой, я вообще вот что помню, какая-то не очень. Там или хорошая погода, или плохая. И вот плохая она вот как этот дождь начался, как он зарядил. И он вот этой стеной идёт, не переставая. Потом вроде перестанет. Думаешь, ну всё, сейчас перестанет. Нет, он вот опять ещё сильнее. И вот мы вот этот перевал уже последний, он небольшой был, невысокий, такой пологий. Мы его преодолевали вот под дождём, в дожде. Ну, тоже видимость, не знаю, метра пять. Всё это стеной, как с ведра льёт. Мы все мокры. И этот полиэтилен ничего не спасает. Тогда же ещё не было таких вот, как сейчас, да, современные. Вся эти штучки. Плащи, плащ, палатки. Всё полиэтиленом, всё сами, кстати, делали. Из полиэтилена, там, утюгом. И вкладыши в рюкзаки, всё такое. Ну, в общем, промокли мы до нитки. Очень холодно. Мы мокрыли насквозь. Прошли мы этот перевал, там, чуть ли не это, не вслепую, так скажем. Кайфа никакого не получили. Ничего не увидели, потому что дождь стеной. И вот он льёт и льёт. И такое уже потом впечатление, что он никогда не кончится. Вот, и мы спустились с перевала. Переночевали ночь так же под дождём. Вот эту палатку, полиэтилен натянули. Сухое переоделись, хоть кайфанули немножко, хоть чуть-чуть согрелись. И это, и ели, короче, костёр у нас под полиэтиленом. Мы закрывали, чтобы приготовить кушать. И это. Ну, такая погода нехорошая. И на следующий день мы тоже проснулись. Этот дождь всё идёт. И идёт, всё серо, всё, ничего не видно. В результате, короче, потом шли-шли полдня. Ну, и всё вроде распогаживаться начало. Распогодилось. Солнышко выглянуло. Слава Богу, мы там давай сушиться. Там, ну, на остановках. Всё это пока просушили. Всё полегче, знаете, потому что мокрое нести-то тоже, блин, это же лишний вес. Здесь мы уже всё просушили хорошо. Всё спокойно. Ну, и к вечеру мы начинаем понимать, что что-то мы, короче, мы же должны уже прийти. Как бы были вечером в этот день. А-а-а-а. Бах, и тропинка почему-то, ну, увела нас на тропинку, знаете, какую. Вот, я не знаю, это какая-то, может, трактор или что-то, вездеходы, наверное. Когда ездят, они такие интересные. Тропинки оставляют. Ну, рессорами или чем. Такие какие-то странные, такие квадратовые нарисованные. Они такие. И вот наша тропинка почему-то зашла вот в такую тропинку. И мы всё, мы поняли, что мы, короче, заблудились. Мы куда-то не туда попали. И что нам делать? Ну, у нас, конечно, понятное дело, есть там какие-то, мы должны там в север или юг, там куда-то. А там даётся, значит, если мы там в течение, там, по-моему, суток от отведённого времени не возвращаемся на базу, то у нас уже начинает розыск. Ну, этой группы. Вот. И получается у нас там что, день-два? Или два дня? Два, наверное. Это. Ну, то есть у нас всё. А мы же уже понимаем, что у нас еды нет. Ну, просто нет её, потому что не рассчитано было. Ну, а рассчитывают, когда еду, специально рассчитывают, чтобы на сутки на вот эти хватало, ну, хватило еды. То есть если вдруг что-то там, ну, мало ли же бывает, да, в походе там остались, ну, всякие вот эти природные могут задержать. И на сутки вроде как еда есть. Ну, мы такие, ладно, всё хорошо, у нас вроде еда есть. Ну, идём мы вот по этим тропинкам. Ну, понятное дело, если есть тропинка от вездехода, значит, где-то люди, значит, где-то рядом. Потом, значит, торожки вот эти лесные. Как бы там периодически встречаем. То есть вот этот вездеход от старожки к старожке ездит. Ну, значит, где-то есть. Ну, идём. И вот, ну, пришлось нам на следующий день, мы ещё целый день идём. А самое-то интересное, мы когда утром-то проснулись, ну, на следующий день, что вроде как нам день-то точно идти ещё. И вот, оказалось, здесь у нас приключения только начинаются, как называется, как говорится. Утро мы встали готовить, кушать, а у нас нет еды. Просто нет еды. У нас остался один пакет риса. Рис, просто рис. Пакет риса. Там килограмм или сколько. Вот. Как так? Больше ничего. Ни сухарика, ни консервной баночки. Ничего. Начинаем искать, понимаем, что что-то не так. Что-то не хватает, чего-то не хватает. И, в общем, здесь оказывается, что у нас один парень, он так хотел кушать или что, я не знаю по какой причине, но он сказал, что он просто был всё время голодный, и поэтому всё, что он нёс, он съел. За вот этот весь наш поход, всё, что у него было в рюкзаке, он съел это в одного. Всё, что можно было съесть, там у него печенье было, он нёс там сухофрукты, конфеты у него. Ну, знаете, все по чуть-чуть что-то несли. Ну, и, в общем, он не смог съесть только вот этот рис, пакет риса, потому что его варить надо, да. Он даже с гучонку и тушёнку сожрал. В общем, всё, что мог, он всё съел. Вот. И оказалось, что он всю группу оставил просто на сутки голодный. Мы этот рис разделили напополам, чтобы у нас был хотя бы там... Завтрак и обед. Весь всего сварили, а он ещё оказался с полиэтиленом. Потому что, ну, видать, когда покупали, пакет порвался. И он когда паковал, ну, в поход он даже не проверил, чистый этот рис или нет. Он его просто другой пакетик засыпал. И когда мы его кипяток-то засыпали, мы смотрим, да, блин, что-то плавает. Ну, бах, а там, оказывается, полиэтилен. А раньше же такой полиэтилен-то был. Не такой, как сейчас, ну, что варить его можно. А тот сразу, блин, тонкий такой. Ну, в общем, у нас получился. Ну, мы посмеялись. Ну, нормально, вместо тушёнки, вместо мяса полиэтилен. Ну, всё, хоть не голый рис. Вот. Мы половинку съели. Ну, понятное дело, сколько нам там досталось того риса, да, там по три ложки. Ну, ничего. Там, мы знали, что там черемша вот растёт. У них там, правда, в Алтае это черемша, как трава растёт в лесу. Ну, а на вкус она такая интересная, она как чеснок такой. Этот, ну, есть можно. Главное, что что-то жуёшь, уже хорошо, да. Ну, вот, и мы этой черемшой, как бы, как ели мы её там, так мы и закусывали, короче. И вот, идём мы дальше. Ну, вроде мы должны уже выйти. Ну, вроде как уже все показатели, что где-то что-то рядом, уже лес другой стал, не такой дикий. Что видно, что люди где-то, где-то рядом, где-то цивилизация. Вот. И доходим. Уже, ну, вот всё, уже всё показывает, что здесь цивильно. Всё, цивилизация где-то. К реке выходим. Горная широченная река. Прям широкая, очень широкая. Мы к ней подходим. И, в общем, деревня с той стороны реки оказалась. Не с этой, а с той. Никаких мостов, ничего нет. Единственное, ну, короче, мы пошли там по этому. Ну, мы остановились, рис этот сварили, который остался. Тут, типа, подожрать всем хотелось. Вот. Ну, опять рис этот сварили. Ну, мы не успели его, правда, съесть, потому что нашлись рыбаки. Рыбаки встретились на том, ну, там, знаете, помогите, соус там и всё такое. Они поняли, мужики эти, что что-то не так, ну, что нужна помощь. И они очень быстро, я, конечно, этим людям, мы потом даже в газету написали специально про них, ну, благодарность, когда уже отсюда мы. Вот. Они, значит, сообразили и очень быстро поняли, что дети, и они так быстро, спасательно операцию организовали. Причём это всё местные жители, не какие-то там органы или что-то, местные жители. Лодки нашли, две лодки резиновые. Нашли хороших рыбаков, которые этими лодками там тоже, не каждый же может по горной реке-то этой управляться. Вот. Они самых крутых, потому что дети, говорит, там всё интересно нас садили, и мы на этих, в этих лодках, там нельзя ни стоять, ни сидеть вот на попе, да. Резиновая лодка, только на коленях. Вот так вот на колени надо садиться, ну, вставать, друг за дружку мы вот держимся. Вот он, который рыбак, он, значит, там это, а мы сзади там, ну, то есть друг за друга все держимся, и вот на коленях вот так стоим. Так, кстати, прикольно, когда плывёшь, и по камням вот это, коленями прям чувствуешь эти камушки. Ну, больно, конечно. Ну, они там, ну, переправили нас на тот берег, на руках практически, они увидели, что дети, все так что-то расстроились. Там и женщины уже прибежали, и всё. Боже, дети, да такие маленькие, да такие худенькие. Ну, конечно, для нас такая нагрузка, мы все, конечно, похудели. Очень здорово. Ну, и они нас практически на руках все вытаскивали, особенно девочек. Ой, боже, ещё и девочки здесь. В воду не вставай, ножки заморозишь. На ручках в эту большую машину посадили. Ну, такую грузовую машину где-то прям пригнали. Представляете, это я не знаю, как они смогли. Буквально полчаса прошло, они, ну, вот такую спасательную. Они нас на эту машину посадили, довезли до какого-то дома, который пустой стоял. Люди все давай идти к нам. И бабушки, и просто, и мужчин. Идут, все что-то несут, еду. Ну, потому что сказали, что мы заблудились. И как бы, ну, они видели, что мы голодненькие. И баньку они нам там быстренько затопили, чтобы мы помылись. И еду этой, и пирожки, и кто что несёт. И дети все пришли. Ой, да что ж вы, да как вы. Столько нам еды этой натаскали. Мы сели, поели и молока, и творог. Что там только они принесли. Нас покормили, всё. Мы, значит, положили этот. Ну, он пустой, кстати, дом был. Там стол, наверное, только был. Что-то я помню, и лавки, по-моему. Ну, мы свои эти спальники разложили. А что, тепло нам. Специально ещё протопили домик специально. Что вроде как какие-то, ну, не знаю, может, пожалели, короче, дети. И вот они... И мы завалились на этот пол, и всё. И мы же поняли, что идти никуда не надо. То есть отдыхаем. И мы никто не хотели вставать. Эффект такой интересный. Мы никто не ныли вроде, никто не... Ну, шли и шли, да, как будто так... Ну, когда вот этот вот схлынул, всё, мы в безопасности, всё, у нас есть еда, всё. И вот эта вот ответственность какая-то. И мы такие разморёные, те же ещё эти... Дети, дети, ой, нам все что-то несут, что-то там заботятся. Как вы, да что вы? И мы такие распаренные, и всё. И мы, короче, такие в детей превратились моментально. В трёхлетних. И вставать никто не хотел. Вот мы лежали-лежали, вот это сбоку, сбоку, набоку. Потом встали, опять поели. Потом ещё ночь переночевали. Ну, и утром уже поехали. Поехали на автобус, сели, и поехали в этот... Ну, где железнодорожная станция. А так как наши... Ну, там предупредили, конечно, позвонили. Мы там с телеграфом, что мы не потерявшиеся, что мы нашлись, нас не надо искать, что всё нормально, у нас все здоровы, все живы, и всё в порядке. Ну, а тогда же ещё ни карточек такого не было, чтобы деньги тоже переслать, это проблема была. А билеты у нас все сгорели. В общем, наш поезд уже ушёл. А у нас ещё с пересадкой, мы там до какого-то города едем, потом пересаживаемся на другой поезд и уже до Варковской едем. Ну, это было, короче... Сгорели эти все билеты. Ну, и что мы делаем? Он говорит, давайте все деньги. У кого какие личные деньги? Ну, родителям же все давали, да? На всякий случай. Ну, вот, давайте скидываться. Мы все эти денежки пособирали и, короче, пошёл он билеты покупать. Понятное дело, еда у нас на сутки ещё была, потому что нам вот эти добрые люди, конечно, нас затарили этими пирогами и всеми курицами. Мы пировали ещё день. А ехали мы дня три или четыре, наверное, оттуда вам поездом. Ну, вот первый день хорошо, всё. Единственное, что денег-то мало, и нам денег... Мы ехали в плацкарте, вот, девять человек. Ну, вот, одно купе плацкарта, шесть мест. Ну, боковушки и вот эти две, шесть. А вот эти верхние, где... Для чего они? Чемоданы куда ложат? Мы туда не ложили чемодан, мы рюкзаки вниз положили, а вот эту полку использовали, ну, для сна. Только со своими спальниками. То есть пацаны у нас там ночевали. Вот, высоко. Так мы доехали. Ну, потом у нас еда кончилась, конечно. Потом уже пересадка, там опять перекупили билет. Опять в таком же... Так же на шести местах девятером. Ну, не знаю, люди, конечно, молодцы. Вот эти вот... Всё-таки пускали нас вагоны. И проводники, и чаем там поили нас. Ну, кто... Это... Хорошо так отнеслись. И разрешили, да, вот на шести местах девятером. Ну, и уже какие-то пирожки. Не пирожки, я помню, что булочки. Булочки мы купили. Вот чай нам, она давала этот... Проводница. Чай с сахаром. Сколько-то она там могла. Она же тоже не может много дать. Сколько-то нам давала. Ну, а булочки. Мы просто на булочках ещё там день продержались. Ну, вот последние сутки мы ехали. Вот я помню, что от Тюмени. Вот там как раз ещё тогда в те времена сутки ехали. Ехал поезд. Мы ехали вообще без еды. Вообще. У нас не было ни копейки денег. И еды не было. Ну, и тренер говорит, ну, чтобы не хотеть кушать, просто ложимся и все спим. Не встаём, а спим всю дорогу. Ну, и мы вот так вот терпели. Как бы, ну, сутки, знаете, не так страшно было. Но спокойно довольно-таки все это перенесли. Ну, и домой приехали уже как бы все по домам. Ну, родители, конечно, плакали, рыдали. Потому что они же ждали нас раньше на сутки. А когда они пошли встречать, а мы не приехали, ну, поезд пустой, никто ничего не знает. В общем, они испугались сильно. Ну, а потом мы уже позвонили, когда им уже сообщили, что всё нормально, мы едем только на другом поезде. Ну, и на следующий день мы вот приехали по домам. Родители, конечно, счастливы были. Ну, видя, они же уже, может быть, они так-то и переживали. Но когда уже нас увидели... Ну, все... Единственное, что я помню, они когда встречали нас, все время, боже, какие вы худые! Господи, да что ж вы такие худые! Ой, да вы ж, наверное, голодные! Ну, мы действительно все-все-все похудели. Очень здорово похудели. Ну, надо думать, да, нагрузка такая была серьезная. А еды прям сильно много, то, конечно, не было. Мы, да, здорово похудели. Ну, мы быстро восстановились. Ну, я, например, вообще не пострадала ничего. У нас... Ну, у кого-то были там, не помню, какие-то последствия. Ну, такие немножко там кто-то простыл, кто-то... Ну, расслабились, так скажем. Вот. А у меня нет, я такая... Ну, на следующий день я уже бегала, как это, как совраска по делам, по всяким своим. Так что, ну, прикольно. Потом, конечно, пришло понимание всяких этих... Когда мы уже отчеты делали по вот этому походу, как бы вот это все разбиралось. Ну, вот интересно, что это такой поход был. Наверное, он, может быть, из-за того, что он такой первый был. Какой-то, знаете, вот, ну, что проблемы, да? Больше проблем. И какой-то... И что-то нам не очень... И погода понравилась какая-то не очень была. И то... Ну, вот Алтай, в общем, меня не воодушевил. Ну, да, были места такие интересные. Вот когда хорошая погода была, когда это... Ну, слишком... Июнь-месяц, июнь-месяц. Это был вот середина июня. Слишком много снега, слишком много дождей. Град даже был. В общем, такая погода какая-то не очень. И поэтому... Ну, еще вот это, наверное, на само, что нам тяжело было. Мы же не знали, не ожидали такого. И как бы на этом более зациклены были. И, конечно, еще на вот этих между собойчиках. Потому что с этого потом до нас уже дошло, что все-таки мы каждый сам себя проверил. Ну, я, например, много из этого вынесла, походу. На что я способна, что я могу, что я не могу. Ну, то есть я стала точно знать, что где-то я смогу, где-то я не смогу. И что ничего страшного попросить помощи или признать, что ты там слаб. Попросить помощи. И ошибаться, в принципе, тоже не страшно. Ну, и, конечно, думать о ближних тоже всегда надо, не только о себе. Ну, в общем, много таких инсайтов я вынесла. Я, по крайней мере, сильно много. Мне кажется, я прям... Ну, и мама говорит, что я сразу повзрослела после этого похода. Потому что, да, действительно, я начала понимать, что ответственность... Ну, часто мы сами за себя отвечаем. Хоть мы и дети. Но мы должны понимать, что наши поступки, за свои поступки мы тоже сами должны отвечать. Ну, вот. Потом это все разбиралось, конечно. И вот это то, что накосячили у нас пацаны, там тоже это разбиралось. Вот, ну, нам, тренер, мы такие, о, в следующий раз мы их никогда не возьмем, они предатели и все такое. Он нас, конечно, посадил и говорит, так неправильно. Ну, сегодня этот человек, да, вот так не справился. Завтра можешь ты не справиться. Поэтому шанс надо давать людям. В следующий раз они так не поступят. В следующий раз они будут умнее. Он же тоже голодал эти сутки. Ну, представьте, говорит, для вас эти сутки, как бы, ну, не сильно, да, напряжно, чтобы поголодать. А для него, если он не мог, он все время голодный был, да, он не мог справиться, что съел эту еду. А для него это в сто раз тяжелее, что он вообще без еды остался. Вот. И поэтому, как бы, ну, и прощать надо, и шанс давать. И мы, кстати, дали шанс. Да, и во втором походе у нас все было замечательно. Второй поход, он более такой, на восточные Саяны мы ходили, это там, где Байкал. Он такой более легкий был, без всяких таких инцидентов. И он, конечно, и мы расслабленные были. И само по себе мне больше понравилось. По природе мне больше понравился этот Байкал. И природа сама, и погода. И там столько всего интересного было. Ну, вот мы на источнике были. Там очень интересно было. Прям вот он больше такой ярко, и позитивнее он проходил. Вот. И нас там больше было. И, правда, мы и шли там три недели у нас похода. Ну, тот легче был. Это первый, конечно, тяжело. Или мы маленькие, может, были, или мы просто не понимали. Ну, то есть опыт. Интересный опыт. И я считаю, что полезный. И вообще, я всегда говорю, хорошо бы, если бы сделали в школе. Ну, вот такие вот. Так же, да, в 12-13 лет, там, может быть, 14. Детей всех бы водили. Вот в такие походы на неделю. Чтобы дети, ну, начинали понимать много. Мне кажется, это вот в качестве воспитания это было бы здорово. Вот. И, во-первых, не то, что... И воспитание, конечно. И сколько мы всего научились, это, конечно, точно. Это тоже плюс. Что понимали, что есть, что не есть, как выживать. И, в общем, что это не страшно. И заблудиться не страшно. Если ты спокоен и знаешь, что делать. То есть не истеришь, не рыдаешь, а просто идешь и делаешь. Это вот, ну, мне, например, в жизни это здорово пригодилось, когда что-то случается. Я всегда вспоминаю. Так, стоп, остановились. Ничего страшного не случилось. Сейчас посмотрим. Где-то есть выход. Сейчас мы его найдем. Вот. Пусть, может быть, к выходу будешь идти дольше, но ты все равно его найдешь. Вот. И вот это спокойствие. И, конечно, в жизни это мне здорово пригодилось. Я думала, детям бы было тоже хорошо. Но мои дети не ходили, потому что они вообще такие городские жители. И им это все вообще неинтересно. И они тоже... Им уж, кстати, у меня тоже. Неполадки. Вот это вот такой вид отдыха для них. Ну, вообще. Ну, хотя дети. В Турции мы отдыхали. Они поехали на байдарках. В байдарках, по-моему, по реке сплав. Как бы вдвоем два пацаненка. Ну, Никита уже постарше был. Этот помладше. Ну, они сильные так физически-то у меня. Тот спортсмен. Этот просто силач с рождения. Младший. И они, да, они там везли. Там всю эту лодку сами, короче, правили. Ну, как бы я говорю, понравилось. Ну, в принципе, да, понравилось. Прикольно. Ну, как бы сильно большого кайфа, что пойдете еще. Не было такого, что, о, я пойду. Нет. Они такие, ну, ладно, попробовал и ладно. И поэтому они, ну, не любят такой отдых. Если честно. И вот младшие, вот сейчас уже взрослые, ездили, ну, на наше море. Теленджик. Он на этих, как вот, джипы-то сейчас такие большие. Джипинг. Тоже в горы ездили. Вот он съездил. Вроде я говорю, ну, если тебе нравится это вот такое, да. Вот. То есть активный такой, страшноватый немножко такой. Вот. Он, правда, за раз ездил. Значит, все-таки ему, наверное, нравится, я думаю. Ну, только так. Ограниченно, наверное. Вот. Чтобы сильно не напрягаться. Ну, физически он не очень любит спорт. Вот. А так дело. Пощекотать нервы, видать, ему нравится. Потому что они у меня, ну, такие любят. Ну, да, вообще-то они так. Они с этого, знаете, как к лодке-то повешивают. Как его? Парашют. И вот там над морем-то катают. Тоже они ездили на эти таблетки всякие, которые я вообще боюсь на таблетки, что я там вылечу. Ну, наверное, может быть, от того, что я море боюсь. Вот. А они нет. Они не боятся. И они вот это вот лазают по всем верхотурам там. То есть, ну, а вот так не ходили в поход. Может быть, если бы я ходила, может, они со мной тоже ходили. Но я как-то что-то уже. Потом страшновато. Знаете, как говорят, мы бесстрашны, пока у нас нет детей. Когда родился ребенок, уже все. Мы считаем, ну, что наша жизнь нам не принадлежит. И поэтому мы становимся трусливыми. Потому что уже понимаем, что от нас зависит жизнь других, ну, наших детей. Окей, кто, если не мы. Вот. Так что вот такие интересные истории. Ну, если интересно кому-то. Вот. А второй, про второй я в следующий раз расскажу, потому что времени уже много. Вроде все раскладывали. И пили сильно. Долго это тоже не очень интересно. Тот-другой совсем поход был. И там больше, наверное, о природе будет. О интересных местах, которых вряд ли кто-то когда-то видел. Вот. Это я могу рассказать. Но потом, в следующий раз. Так что все. За этом заканчиваю. Увидимся с вами в воскресенье, в моем отчетном видео. Ну, ежедневно. Так что пока-пока. Пока-пока.